И всем привет, меня зовут Ритсу и добро пожаловать всем в очередную серию проекта Эдденс Гарден, фанатской игры Данган Ромпа, но вы все прекрасно это все знаете. Продолжаем мы потихоньку осваиваться в этой игре, знакомиться с новыми нашими друзьями, с кем-то мы будем здесь долго, много времени проводить, с кем-то возможно и не так много, все-таки зная, чем это все заканчивается обычно, то половина примерно, даже больше половины не доживает до конца, поэтому кому-то меньше времени достанется, к сожалению, кому-то больше, но посмотрим-посмотрим. Успели мы уже познакомиться с, ну можно сказать, так даже половиной персонажей, познакомились мы в прошлый раз с абсолютным ютубером, с абсолютной косметолог Диана, Диана зовут ее, этого друга зовут Кай, Абсолютный Гонщик, Джет и Марк, абсолютный музыкальный продюсер, что довольно интересно. Мне он в принципе показался интересным, да и как и многие другие персонажи здесь выглядят довольно интересно, даже не знаю, не знаю, кого хоронить раньше времени, кого не хоронить. Все-таки рано, еще рано все-таки пролог, поэтому я даже не знаю, будет ли в этом прологе как раз-таки убийство, убийство, но по-моему, я не знаю, спойлер не спойлер, это конечно, но какой-то суд будет. Я вроде как видел по трейлеру или что-то такое, короче, я видел, что суд будет, но я не знаю, не знаю даже, кто погиб, кто не погиб, если вообще смерть будет какая-то. Все-таки мне кажется, надо как-то завлечь игроков, поэтому я думаю, что будет, я думаю, что будет. Не знаю, кто там погибнет, кто не погибнет, вообще по какому поводу суд будет, но мы узнаем потом, узнаем. Как это вообще будет происходить, мне очень интересно узнать. Так, продолжим, продолжим с колонны. По часовой стрелке пойдем или против часовой стрелки? Давайте против, наверное. Давайте против. Да, опять же, я не знаю. Штаны мне твои не нравятся. Это не штаны даже, а колготки, да, просто. Мне нравится твоя шапка, но... Подожди, это, я вижу серп, а серп вижу, а молот, молот, не молот, не молот, не знаю, что это такое вообще. Ё, Абкассиди Эмбер, я хочу быть про-геймер, не забывай, не забывай. Не забывай, не забывай. Вот так вот. Вот так вот сразу, да? Ё, Абкассиди Эмбер, абсолютно про-геймер, не забывай об этом, окей? Окей, окей. Кэссиди, почему тебе на шапке серп, а второе, что у тебя там, я не вижу? Very nice, да? Думаешь, very nice? Сразу переходим к представлению, мне это нравится. Провести хорошее впечатление, первое, это ключ к привлечению внимания ваших зрителей. А почему все вдруг внезапно... Внезапно стали ютуберами? Особенно, если у вас их более 20 миллионов, надо заслужить это эфирное время. 20 миллионов? Гейминг действительно так популярен? Не просто гейминг, а про-гейминг. Сразиться с противником перед большой аудиторией, на кону престиж и призы. Ставки высоки, как никогда. Хотя этот талант довольно легкомысленный, и ее отношение к соревнованиям по видеоиграм нас несколько впечатляет. Это похоже на то, как я отношусь к дебатам. Ох, вопрос. Квестин. Ребята, вы не знаете, есть ли здесь интернет? Есть ли интернет? Спрашивает она. Кэссиди. Ага, я помещала своим комрадам, что мое расписание стриминга не изменится после начала занятий в школе. Камрады. Дбвусим придется подождать. Но, знаешь, знаешь, вообще-то бы... Я думаю, что эту игру, как минимум я, ну, как я прохожу, так и другие люди проходят, так и, возможно, стримит ее кто-то. Поэтому, думаю, не 20 миллионов, конечно, но кто-нибудь, возможно, и зайдет к этим самым стримерам, летсплеерам и так далее. Так что я немного волнуюсь. Твои комрады? Камрады, Кэссиди. Это самое большое фан-сообщество в интернете. Звучит, конечно, отстойно, но... Камрады. Оно должно быть имеет в виду своих подписчиков, развивается стримером. Да. Какие стримеры, какие инфлюенсеры, ребята. Откуда вы такие все понабрались? Но мне нравится, мне нравится, что они такие более, что ли, современные, не знаю, более приближенные к нам, к нам, к геймерам. Ну, в принципе, тех, кто увлекается этой франшизой, таланты, вот эти всякие. Инфлюенсер, что мы, в принципе, сами смотрим постоянно и знаем, это очень... Как никто другой, про геймер, тоже другая, другая часть этой аудитории нашей... Этими про геймерами, конечно, про в кавычках, но тем не менее. Это определенно объяснило бы шапку. Ну, вот смотрите, у меня какой-то там, какой-то свой стиль, какая-то своя фишка есть. Это на самом деле неплохо. Мне бы тоже, на самом деле, какую-то фишку надо взять себе. Что-то, что выделяло бы меня на фоне остальных, но я не знаю, что это еще. Три года прошло, я даже не знаю, не знаю, что придумать. Тогда вы должны быть очень богаты, да. Это, конечно же, в первую очередь про деньги. Как же, куда же без денег? Я слышу, что популярные стримеры зарабатывают много денег, особенно с пожертвований подписчиков. Да, ребят, жертвуйте, жертвуйте, ребят, жертвуйте, мне тоже нужно много денег. А, на самом деле, немного, чуть-чуть. Ах, есть много историй о молодых людях, ставших жертвами печально известные многоуровневые подписки. Аааа... Они не всегда лишаются возможности вступать в брак. Такой позор. А, и так. Скольких лохов ты обманула? С такой большой базой поклонников ты должна быть загребаешь большие бабки. Аааа... 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 Что не так с твоим лицом? Я знаю, о чем ты думаешь, думаешь, что единственная моя мотивация это деньги, не так ли? Ну, да, зачем тебе еще быть стримером? Ой! Ты почему меня пугаешь? Ты почему меня пугаешь? Вообще, это ненормальное. Я реально испугался. Я реально испугался, без шуток. Типичный буржуажный сброд. Вау! Я стримлю ради всего человечества. Как лидер Камрадов Кэсси должна жертвовать больше всего эфирного... Ой, эфирного года. Своего заработка народу. Ааа... Ааа... Ладно. Ты имеешь в виду, что отдаешь себе свои деньги? Я делаю тонны дорогих и щедрых пожертвований на своем канале. Больше всего этого идет на благотворительность, но иногда остается случайным подписчиком. Вау! Вау! Не, ну, когда у тебя 20 миллионов подписчиков, в принципе... Можно понять. Можно понять. Мой у нее на футболке написано... Один на один. Я бы вышел с ней на один на один куда-нибудь. Однажды купила фабрику по производству спагетти и пожертвовала ее в государственной школе. Этим детям больше никогда не придется платить за обед. Похвально. Похвально. Уважаемый. Молодец. Им, наверное, надоело есть пакароны каждый день. Ха-ха-ха. Ха-ха. Читер-сдача тоже транслируется в прямом эфире. Они действительно популярны, поэтому я получаю от них тонны просмотров пожертвований. Да, то есть... Ты... Все равно от этого какие-то... Кое-то что-то получаешь, правильно? Впечатляет. Вам удалось превратить акт благотворительности в товар. Пффф... Чего это за фразы такие? Ха-ха-ха. Конечно, я оставляю немного денег себе на предметы первой необходимости. Грузовик, шоколадный, содовый один из таких. Первая необходимость. Ребят, знали бы, какая у меня первая необходимость? Маму стало меня жалко. Мне саму себя жалко. Но для такого человека, как я, имею деньги не проблема, потому что зарабатываю их своим собственным тяжелым трудом. Настоящая проблема это свиньи, которые зарабатывают миллиарды каждый год. Даже несмотря на то, что им всем все, что они делают, сидят без дела, пьют коктейли и пялиться на свой биржевый профиль. Мне не нравится это... Мне нравится это ее лицо в комбинации с тем вот этим пальцем ее... ...следующим, который обычно после этого идет. На самом деле я чувствую даже прогорклый запах морально обанкротившегося миллиардера в этой самой академии. Будьте в захват он замышляет нажиться на наших страданиях, пока мы говорим. Эта девушка, честно говоря, довольно ненормальная, хотя, возможно, именно поэтому у нее такая большая аудитория. Как бы то ни было, если не объясняет, почему у кого-то вроде нее пригласили в академию сад Эдема. Видимо, надо у нее брать с нее пример, тоже становится ненормальным. Становиться, говорит он. Как бы ни опасалось будущие столкновения между вами и более состоятельными студентами, но я предлагаю вам отправиться к зданию, которое я преследовала. Мы говорили другим людям собраться там. Хорошо, было приятно познакомиться со всеми вами. Подожди, никуда мы еще не пойдем. Дайте мне поговорить со всеми. Не торопитесь, не торопитесь события. Здрасте. Мэм. Здрасте, мэм. Здрасте. Как вас зовут? Кто это еще, друзья? Давай не будем заходить далеко, я еще даже не знаю твой имени или таланта. Тогда позволь мне сказать тебе. Меня зовут Ингрид Гримвал. Я абсолютный кузнец. Окей. Окей. Говорил я о более приближенных талантах. Кузнец, наверное, самый далекий из тех, которые, может быть, нам близок. Настоящий кузнец, да? Похоже ли, этот процесс на то, как показывают в фильмах. Ты когда-нибудь делала мечи из расплавленного металла? Не только мечи, но инструменты, доспехи, статуи. Если вы сможете мне описать, что хотите, я то это сделаю. Я признаю, что это признать не из простых. Растянутые мышцы становятся нормой, но... Это так же, как кропотливое восхождение на гору. Но лишь достигая вершины, получаешь кайф, который невозможно забыть. Ну, наверное, так во многих делах и интересах, в принципе, и профессиях, так скажем. Особенно, если тебе это прям очень нравится, доставляет реально удовольствие. Борьба за результат того стоит. Неудивительно, но все она атлетически сложена. Ее работа звучит как непрерывное интенсивное упражнение. Как же ваш вип еще не вымер? А, вымер? Потому что стал ненужным из-за технологий. Разве нет способов создавать неспециализированное оружие, не переутомляясь? Ну, я... Со временными машинами я не ровнее, это правда. Потому что я думаю, что лучше их. О-о-о, эти куски металла могут выглядеть круто, но их творения не хватает человеческого прикосновения. Я бы, конечно, хотел бы согласиться с тобой, но не думаю, что вообще кузнечное дело в наше время имеет какой-то большой смысл. Кроме как создание каких-то там скульптур, всяких под... ну, не поделок, а... Не знаю даже. Ну, допустим, вот эти мечи. Это просто как экспонаты какие-то, не знаю. Допустим, что они могут сделать? Какую-то... как это называется? Не имитацию? Ну, вы поняли, короче. Какие-то повторения каких-то там старинных вещей знаменитых. Из давних времен. А так, это... ну, это более чем... более такое, не знаю... Можно отнести это к творчеству, к художеству какому-то. Как искусству. Наверное, просто искусство, да, это уже в наше время. Ну да. Да, наверное, это искусство просто уже. То есть такие явные. Мечи, доспехи уже никуда не применяются. В этом нет никакого смысла, абсолютно. Как бы, может быть, если жалко это не было, не звучало грустно. Но, тем не менее. Думаю, что мало кто... Мало кто думает иначе. Ну, кроме самих, наверное, кусницов. Вы должны сохранять все естественное... Все естественным, традиционным. Вот это происходит по-настоящему удивительные вещи. Если мое творение трогает сердце, то оно лучше, чем что-либо созданные машины. К черту несовершенство. Ну, опять же, вот видите, трогает сердце, творение. Творение, творчество просто. Май-май. Ох. Так что да. Так что да. Лучше, чем машины, да? Люди всегда говорили мне, что на мои навыки впечатляют. Но у меня еще никто не сравнивал с компьютером или чем-то подобным. Как получилось, что кузнец может получить такое признание раньше меня? Ну, знаешь. Технологии еще не так далеко зашли, что они могут заменить человека, допустим, в подобных делах. Особенно в дебатах, в суде, допустим, вот как адвокат. Еще в каких-то таких делах. У них нет своего разума. Они не могут мыслить как люди. Они не могут принимать людские решения. Человеческие. Человечные. Ну, конечно, уже это все... Ну, опять же, это... Пока что рано об этом говорить. Поэтому... Вот поэтому тебя никто не сравнивает. С машинами. Спрос на вещи ручной работы всегда был, особенно в наши дни. Ваша клиентура случайно не состоит из пожилых людей. Старики-кинопродюсеры, да, и как этот самый... Как... Как это в кино используют, который... Боже, все забыл. Короче, эти вещи, которые нужны. Нужны вот на фильмах. Вы поняли. Любитель настольных игр, порой даже юнциты. Такие захаживают ко мне. Это здорово, когда я могу найти общий язык с большинством своих клиентов. Их волнение мое волнение. С какими именно клиентами она имеет такие отношения? В любом случае, ты такая же, как мы. Тебя тоже похитили в том поезде и привели сюда? Ох, я бы не сказал, что похитили. Что? Разве не потерялась знания в том поезде? А, нет, я потеряла. Так как бы ты еще описала ситуацию? Хм. Может быть, неожиданная экскурсия? А еще лучше, неожиданный экзамен. Люди, управляющие этой академией, просто поверяют наши способности. И, как ты думаешь, что они проверяют этим... Таким образом, интересным... Это глупо. Если бы академия не занималась чем-то подобным, никто бы не стал ее посещать. Ну, ты знаешь, что бы это ни было, я уверен, что мы все выберемся отсюда. Излишний оптимизм не заменяет разум. Жестко, жестко. Кстати, возле здания, которое исследовало миска Юра, происходит собрание. Хотели бы вы присоединиться? Мы планируем обсудить там некоторые очень важные вопросы. Боже, разве ты не милый? Я сразу пойду туда, не делай никаких глупостей, пока меня не будет. Хорошо. Привет, индейец номер А. Я извиняюсь. Я извиняюсь, говоря об индейцах. Если что, это просто шутка, как бы, ребят. Я не пытаюсь как-то их обидеть, просто забавно. Забавно выглядят они. Как я мог тебя пропустить? Это выглядит довольно прикольно, мне нравится. Абсолютный какой-то там, как вот, тоже такой связанный, не знаю, абсолютный. Вот иногда какой-то такой у него народ. А насколько такого народа, я не знаю даже, с какого конкретно. Абсолютный, может быть, абсолютный кто? Археолог, абсолютный... Че-то нет... Абсолютно охотник, может быть. Абсолютно охотник тоже может подойти. А вот это у него, что абсолютный... Даже не знаю. Даже не знаю, кто-то такой. Абсолютный каратик. Я не знаю. Смотрите, какие комнаты здесь есть. Э. Э. О-о-о-о, розовая кровь изо рта течет, ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, кто-то есть. О-о-о-о, розовая кровь изо рта течет, ой-ой-ой-ой-ой. Димона, подружку новую. Какого черта это было? А-а-а... Точно, точно, теперь я уверена. В чем дело? Я знаю эту сучку. То есть, вы знакомы лично? Нет, она шлюха, которая портила мои журналы. С тех пор, когда она дала интервью Rich People's Digest, ее лупы истории успеха были напечатаны повсюду. Сам молодой в истории миллиардер, делавший себя сам пионер в сельскохозяйственной индустрии, блаб-миллиардер. Я правильно расслышал? Эта девушка, которой мы говорим, на самом деле она... Я починаю, что вы запомнили мое резюме. Твое резюме? Знаешь, то, что она сказала, не было преувеличения. Это дело для вас новость. Любой, кто хоть чего-то добился, знает о Веноне. Венона. Это мое имя, да. Предприниматель. Хотя многие называют меня абсолютный предприниматель. Хороший название, но лишь одно из многих. Мясные, местные, 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 кто здесь? Мясный, кто? Мясный Бьякую. Хотя бы назвал нашего главного героя Бьякую. Если честно. Но он всего лишь Димон. Далеко Мнардобьякую пока что. Неудивительно, что от нее исходила такая интенсивная аура. В этой девушке, вероятно, достаточно денег, чтобы купить целую страну. Да ты что? Какую? Пускай покупают нашу страну, Россию. Я бы не прочь посмотреть на такого владельца. Президента. Тем не менее, это не значит, что я позволю ей говорить со мной с ФСК. У нее есть внешность, таланты и богатства. Она была бы поистине благоприятной парой. Зачем миллиардеру посещать такую академию, как Сад Эдема? Я думал, что это позволит мне установить связи с хорошо зарекомендовавшими себя гениями моего поколения. Но теперь, когда осознаю славу процесс приема, я уйду при первом же удобном случае. И не потому, что тебя похитили. Вы не можете уйти. Судьба распределилась так, что я должна вести вас к самому чудесному роману. На самом деле, меня это не интересует. Я бы предпочла получить финансовую компенсацию от Академии. Куда тебе еще деньги? Куда тебе столько денег? Я, кстати, забыл немного. Почему это... Тошика ее забыл. Блин, я забываю именно этим. Почему она говорит про пары, хотя она абсолютно сваха. Теперь точно все стало на свои места. Тошика, да. По крайней мере, позвольте мне находиться рядом с вами. Своими божественными предвидениями предыдуешь судебную тяжбу к победе. После того, как я заснула в том вагоне поезда, кто-то, должно быть, вынес меня и просил рядом с этим... Скажите, Венона. Ее просто зовут Венона, без фамилии, без ничего? Почему их никто не остановил? Были ли приняты какие-либо меры предосторожности, чтобы помешать кому-либо жестоко обращаться с студентом? Я бы сказал, что это была крайняя неумелость со стороны школ. Но поскольку, похоже, я не единственная жертва. Что же, это делает ситуацию еще более зловещей. Значит, она думает, что кто-то ее перенес сюда? Звучит правдоподобно. Они могли бы вывезти из нас из поезда на автомобиле, а затем занести внутрь. Кайда проснулась, с тобой кто-нибудь был? Да, но она была странная, поэтому я оставил ее. Ты ходячий стереотип. Мы знаем примерно столько же, сколько и ты. Мы пятером ходили по кругу и разговариваем с другими студентами, которые были в поезде. Остальные собираются снаружи. Как только мы встретимся со всеми, возможно, сможем выяснить, что происходит. Почему вам не присоединиться к ним? Я думаю, что приму ваше предложение. Резко так поменяла она свой настрой, аж посмеялась. Такое обличение, что хоть один из вас мог сказать что-то полезное. Эта девушка настоящая находка, но... Учитывая недавние события, она не стоит такого стресса. Что еще более важно, то, что случилось с нами, это слишком много для одной пары рук. Как минимум две пары рук. Как минимум две, Димон. Кто должен был проникнуть на этот поезд, может быть, даже угнать его. Подбросить химическое вещество, затем унести всех, кого оно вырубило. За этим не может стоять один человек, может быть, группа. Возникает вопрос. Кто и почему? Кто и почему? Кто и почему? Но у нас еще впереди бог знает, сколько глав. Поэтому придется подождать немного. Немножко придется подождать. Пару лет, как минимум. Пару лет, как минимум. Но, конечно, хотелось бы как можно поскорее узнать вообще всю историю. Как бы хотелось поскорее узнать. Хотел бы сказать, что ты остался последний, но нет. У нас еще два человека остались. Привет, дружище. Мне нравится, мне нравится, ну, прикидно, на самом деле. Мне нравится. Кто ты такой? Я даже не знаю. А, абсолютный рыбак? Абсолютный рыбак, но... Его одежда, конечно, ни о чем не говорит. Рад, что ты в порядке, малышка. Ну, конечно же, я в порядке. Ты всех напугал, убегая подобным образом. Я действительно подумал, что мы сможем поймать тебя, но... Какая же удача, что дверь была оснащена замком. В любом случае, это стоило того. Посмотрим на людей, с которыми я подружился во время своего исследования. Адам, тебе должен. Ты вернулась с полным сундуком сокровищ. Ой, ты! Ой, я хочу поговорить с тобой секунду. Ты же пират, верн? Разрази меня громче, я кортев в глотку. Такой вот ты пират, да? Я не пират, а капитан корабля. Между этим огромной разницей... Капитан корабля? Тебе не нужно быть таким шумным. Она просто задала вопрос. Просто вопрос? Да таких парней, как я, это пиратская чушь, как избитый стереотип. Пират, это же вы за счет воровства и злодеяний. Мы, капитаны корабля, совсем другие, неожидать и отбросы. Если не пират, тогда объясни свою внешность. Ага. Ммм? Вам кажется, что это выглядит как одежда у пиратов? Может быть, не как у настоящих, но очень стереотипных. Пожалуйста, не. Думаю, вам лучше оставить в покое этого человека. Полагаю, у него уже были похожие разговоры с остальными. Хе. Я никогда не любил портить настроение, но мужчина не может столько терпеть. Я очень извиняюсь. Просить, что потерял суд на крови. Ладно, проехали. Ты ранее помнил, что ты капитан корабля, так а так ведь? Этот парень ведет себя в странах, но я хотел бы узнать о нем побольше. Никогда не представлял себе, что капитан корабля получит приглашение от Академии Сады Эдема, особенно такой как он. Хм, так точно. Я знаю о реке свои пять пальцев, каждую реку и водный путь, неважно в северных или южных водах. Я король Борей. Герой Шторбов. Я. Жон Де Ла Меа. Жон Де Ла Меа. Реально абсурдный капитан корабля. Я, конечно, догадывался, что он, возможно, связан с морем и типа. Морячок какой-то, но абсолютный капитан корабля. А что из этого абсолютное? То, что он просто капитан? То, что он управляет командой или... Ну, это что-то типа командного менеджера, да? Наверное, ты местный не тай будешь. Местный не Камару. Думаю, да. Но более такой спокойный, умеренный парень. Мужчина. Нежели не Камару. Он был прям таким страстным... Страстным... Горячим... Мужчиной. Король Морей. Герой Штормов. Люди действительно его так называют. Или он сам придумал себе эти прозвища. Ты знаешь каждый водный путь и реку? Это действительно так? Ага, я изучил каждую карту, которую смог. Конечно, на самом деле я и был в ней везде. Благодаря моей малозащитной детали под названием пограничных патруль, они называют меня... Назвать это незнакомым пересечением границ. Я могу быть королем Морей, но я еще не выше закона. Ха-ха-ха-ха-ха. Звучит неплохо. Блин, в случае, это не так важно. У нас здесь все же не океан. К счастью, жизнь капитана меня научила преодолевать неожиданности. Вы, ребята, можете доверять мне. Я собираюсь защищать вас так же, если бы вы были частью моей команды. Защищать от кого? Я предполагаю, что от того, кто наделал на нас эти наручные часы. С другой стороны, такое чувство, что в этом месте, кроме нас, никого больше нет. Думаю, это означает, что наша единственная задача найти выход. И так уж и сложно, а? Все, что нам нужно будет сделать, это найти, откуда мы вошли. Вуаля, сладкая свобода. Он акцентирует слишком много внимания на таком простом умозаключении. Возможно, вам будет полезно узнать, что люди собираются возле здания снаружи, которое исследовала мисс Каюра. Мы бы хотели вас всех собрать вместе для обсуждения дальнейших действий. Хотите присоединиться? Всегда хорошо быть с людьми на одной волне. Увидимся там, дружище, на одной волне. На одной волне. Этот парень слишком вебистый, совсем не то, что я ожидал. Забавно. Мне казалось, что он был таким же глупым и при первом появлении. О чем думала Катемия, когда приглашала кого-то вроде него? Не знаю. Не знаю, не знаю. О чем же она думала, а? Мы еще не знаем твоего таланта, подруга. Мы с тобой познакомились раньше всех, но мы до сих пор не знаем твоего таланта. И мы уже так близко находимся друг рядом с другом. И как-то нам не поверло свой абсолютный талант. Мне очень интересно, вообще-то, Ева. Мне очень интересно. Интересно. Матюбин нам еще не рассказал об этом. Ну ладно, я думаю, что мы успеем еще узнать. Если она вообще помнит свой талант. А ты что? Абсолютный бэби-фейс. Бэби... Не гангстер, а... Абсолютный, не знаю, аристократ какой-то. Как его назвать еще? Абсолютный литературовед, чтец, писатель. Не знаю. Поэт. Философ. Парень молча наблюдал за происходящим вокруг себя и что-то записывал в записную книжку. Эй ты. Что-то, черт. Ах, извиняюсь, я немного задремал. Ужасные мешки под глазами. Вы что, недостаточно выспались? Потерять седание в том бозе был самым крепким сном. Я не получил за неделю. Это, кстати, было... Это было... Это было не актерское мастерство. Я реально просто прозевал все это предложение. Слава богу, эта маленькая девушка забудила меня до того, как я потерял слишком много времени. Если бы я знал, что не стала бы вас будить. Ужасный график сна уменьшил вашу и без того скудную естественную красоту. Ну, кстати, мне он не нравится. Он, не знаю, прям у него такой очень интересный дизайн. Серьезно. Такой прям элегантный парень. Мне очень нравится. Что-то похоже у Вольфганга, но... Не знаю. У Вольфганга как-то это слишком все простенько. А вот у него прям... Прям да все там, не знаю, красиво. Все это красиво. И очки его вот эти подходят. Прям, ну реально. Красивый мальчик. Парень. Мужчина. Парень помолчал несколько секунд, затем начал яростно страчить в своей записной книжке. Интересный мальчик стал, что у меня девушка была в миниформе, в моем поле-маллиганном костюме. Эй, что ты делаешь? Извините меня. Очень громкая девушка с козырьком. А? Ты пишешь о нас? Я же не записываю свое произвольство со мной. Иначе ни за что бы не запомнил бы. А в некотором роде в виде незаметок это всего лишь одна из моих многочисленных обязанностей. Меня зовут Улисс Исвел Хелмер, и я ультимент историк. Пожалуйста, сделайте ноте о том, чтобы в будущем референции. Я постоянно его отыгрываю на своих видео. Интересно, коллега-ученый очень похож на меня. Ученый. Разве в абсолютном историке не нужна быть хорошая память? Да, я прекрасно умею запоминать исторические факты. Эта записная книжка предназначена для несерьезной информации, например, списки покупок для рождения одноклассников, когда нужно чистить зубы. Такая превосходная память, потраченная на пустяки. Вы, вероятно, даже не смогли бы вспомнить дату годовщины вашей свадьбы, если бы не записали ее. Я думаю, что это относится к большинству мужчин. Ой-ой-ой. Не надо. Не надо ко всем это применять, пожалуйста. Итак, чем вы занимаетесь как абсолютный историк? А на данный момент я работаю в музее Потамак Ривер в Сенаком. Я рекомендую вам одну из выставок этой эпохи и Холодной войны. Когда я не провожу экскурсию, то изучаю первосыточники во своем кабинете. Неудивительно, что ты почти не спишь. Если ты можешь оставаться бодрым, читая все эти скучные книги по истории, то с тобой определенно что-то не так. Я знаю, что история не для всех, но тем не менее ее нужно знать. Те, кто забывают об истории, обречены глупо звучать во время споров в интернете. Почему в интернете? Поговорка звучит совсем не так. Я знаю, решил обновить ее, чтобы она соответствовала современным веяниям. Похвально. Я подумал, что это будет забавно. На самом деле забавно. Юмор субъективен. Блин, смотрите на вот лицо Димона. Это просто жесть. Димон, в чем твоя проблема? Что тебе не нравится постоянно? В любом случае, люди начали собираться снаружи. Планство их в том, чтобы обсудить наш курс будущих действий. Не могли бы, пожалуйста, присоединиться к ним? Слепи. А, да, хорошо, спасибо, Абис. Он торопливо прорислал страницу из записанной книжки. Тоши как Каюра. Ты серьезно забыл мое имя? Это самое пьющее преступление. Удерживайтесь тем фактом, что я всего лишь свах, а не ваш ароматический партнер. В большом мире управляемым еще более масштабными идеями мелочи можно легко опустить из виду. Мелочь. Ааа. Она не мелочь. Вначале обмахиваясь веером, тошка умчалась прочь. Должны ли мы последовать за ней? Да, этот парень, которого мы только что встретили, вероятно не... Отличная работа, мы обменялись формально с ним и со всеми присутствующими. Мы должны встретиться с остальными и спланировать наши дальнейшие действия. В дальнейшем части абсолютных мы больше не будем скованы. Какой драматичный ребенок. Остальные должны быть собрались во внутреннем дворе. Вот куда нам не следует направиться. Ой, здрасте. Подождите, не отправляйте меня туда. Я еще усну. Остальные один из студентов запрались в центре двора. Нервно обсуждаю ситуацию. Так, есть какие-нибудь загадки, что происходит здесь? Так, мне очень интересно, но, ребята, я, пожалуй, на этом остановлюсь, потому что мне реально нужно пойти и отдохнуть. Я чувствую себя вот этим Уиллисом. Может, чуть не забыл. Я реально перенял все его привычки. Я спать хочу, у меня он начинает утомлять. Этот Уиллис еще и забывать постоянно все начинаю. Ну, хотя это, в принципе, мы с ним в этом похожи довольно-таки. Особенно на имена. Особенно на имена. Поэтому мне нравится, мне нравится парень этот. Определенно один из моих любимчиков пока что. А, в принципе, да, думаю на это все. Спасибо большое за просмотр. Немного короткое видео, но мы потихоньку, потихоньку разгоняемся. Потихоньку разгоняемся. Спасибо за просмотр еще раз. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайк, ставьте лайк, подписывайтесь на это видео. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, нашли же в Дискорде. И до скорой встречи. Пока-пока.